Школа тест-пилотов автопанорамы работает без каникул и отпуска. И сегодня очередной народный тест-драйв – Hyundai i30 для пристального изучения и наши лучшие эксперты из народа – Тихон Науменко и Дмитрий Шиманович. Если закрыть эмблему Hyundai, Тихон вряд ли бы смог определить, что же это за автомобиль. i30 выглядит более чем современно, если хотите, даже футуристично. Вообще, корейский автопром последние годы стремительно рвется вперед, и новый i30 – прямое тому доказательство. Дмитрий разделяет мнение Тихона. Дизайн у i30 действительно на высоте. Сравнивая этот автомобиль с тем, что выпускали конструкторы Hyundai ранее, сразу бросаются в глаза гармоничные пропорции и мускулистость этого хэтча. А передок и высокая корма с подчеркнутой острой подоконной гранью и фонарями в разлет вышли весьма самобытными. Теперь этого компактного корейца сложно не заметить в потоке. Отдадим должное дизайнеру Томасу Бюркле. Салон автомобиля также не разочаровал. Вместо ожидаемого жесткого пластика, вполне себе мягкий на ощупь материал. Правда, черная глянцевая вставка на центральной консоли явно быстро покроется пятнами. Но ведь никто не требует специально оставлять на ней отпечатки своих пальцев. Все панели подогнаны хорошо. Каких-либо щелей, скрипов и прочих неприятностей просто нет. Из положительного – входы для внешних устройств, в нише центральной панели и панорамная сдвижная крыша. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что спинка водительского сидения сейчас отклонена максимально назад. Я нахожусь сзади. При моем росте 86 и при моей комплекте я чувствую себя здесь достаточно свободно и комфортно. Хочу добавить, что в машине находилось 4 взрослых человека. И никакого дискомфорта мы, опять же, не испытывали. Сам салон, несмотря на небольшие габариты машины, далеко не маленький. Дмитрий при росте 193 сантиметра свободно разместился сам за собой. Правда, хорошенько приложился при посадке головой дверной проем. Спасибо динамичному дизайну. Да и места над головой не осталось. Боковые зеркала порадовали размерами. Недостатка в обзорности нет. Правда, слегка портит впечатление широкие передние и задние стойки. Но дискомфорта при парковке это не доставляет. Обзорность в зеркалах заднего вида более чем достаточно. Единственное, что лично мне не хватало немного обзора в панорамном внутреннем зеркале. Ну, в данном случае его немножко, мне кажется, принесли в жертву дизайну, о чем тоже не сожалеешь. Внешне машина очень удалась. Багажник в i30 немал невелик. Он скорее стандартный для этого класса авто. Если трансформировать заднее сидение, то объем багажника будет равен более чем 1300 литрам, да еще и с ровным полом. Единственное, что может вызвать некоторое неудобство, и то, скорее у представительниц прекрасной половины человечества, это высота порога багажника. Он слегка высоковато. Сидения выдвигаются вперед, образуется ровный пол, и для автомобиля такого класса получается достаточно вместительный багажник. В городских условиях это очень большой плюс, потому что вам надо будет что-то перевозить и много перевозить, и этот автомобиль справится блестяще с этой задачей. На тестируемом i30 был установлен дизельный турбированный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий мощность в 128 лошадиных сил. И хотя это весьма неплохие показатели, когда съемочная группа из четырех человек загрузилась в авто, у Тихона возникли некоторые опасения. Как же поедет наш i30? Но и здесь никаких намеков на трудности. Авто легко тронулся с места и, показывая классную динамику, ринулся вперед. В целом i30 составило себе только положительное впечатление. Достаточно динамичный автомобиль. Во всяком случае, находясь за его рулем, я не испытывал никакого дискомфорта, как при движении в городском трафике, так и за городом. Тестируемый i30 был оборудован ручной шестиступенчатой коробкой передач. Во время движения бортовой компьютер подсказывает, когда и какую передачу следует включить для достижения максимального КПД, а также для экономии топлива. Тихон отметил, что на скорости 120 км в час стрелка тахометра едва достигала 2000 оборотов в минуту, а двигатель работал тихо и ровно. Хотя в салоне нигде ничего не скрипит, не шумит и не вибрирует, Дмитрий и Тихон не смогли назвать шумоизоляцию идеальной. Минусом это не назовешь, не бизнес-класс все-таки. Подвеска жестковата, но поскольку это городской автомобиль, в городе на асфальте вряд ли это будет сильно заметно. Впечатлил очень хороший угол разворота. Даже узкой двухполосной дороги было достаточно, чтобы легко развернуться, не прыгая по обочинам. И Тихону, и Дмитрию Hyundai i30 понравился. Народные эксперты не ожидали от него такого удальства, прыти и комфорта. i30 – отличный образец компактного динамичного городского авто, которым приятно управлять и от которого не хочется поскорее отбежать припарковавшись у супермаркета.